Всем привет! Сегодня у нас 26 апреля. Тема нашего сегодняшнего лайва это этапа защиты товара, аккаунта, торговые знаки, патенты и авторские права. Приступай, Саша. Добрый вечер всем. Итак, я хотел бы поговорить в общем этапах защиты товара. В первую очередь, я хотел бы выразить такую пошаговую стратегию. В первую очередь, при запуске товара, во-первых, нужно иметь бренд, под которым работать, начинать, и естественно, что он должен быть проверенным. Даже если вы не регистрируете сначала торговый знак, обязательно нужно его проверить, чтобы в будущем ваш товар не заблокировали за похожий бренд, или за точно такой же. То есть, не часто бывают ситуации, когда вы завезли товар, и начали продавать, и тут прилетает банк за зарегистрированный торговый знак. В первую очередь, он должен беспокоиться тем, чтобы проверить свой бренд на точное название. Это, во-первых. Во-вторых, нужно делать более широкий поиск, скажем так, на фонетику, именно поиск на будущую регистрацию торгового знака, чтобы в будущем иметь хотя бы какие-то гарантии, что у вас будет возможно гарантирует торговый знак. Это вот, что касается торгового знака. Далее, если товар пропадает какой-то формой, то это, естественно, патентный дизайн. Есть технические решения, это патент на изобретение. Как уже говорили, патент на дизайн, это большая форма, орнамент. То есть, самым сильным считается патент на изобретение, там, где устройство, и способ работы. Патенты, где включаются устройство и способ работы, считаются самыми-самыми защищенными, потому что они охватывают практически 99,9 вариаций данного товара. И такие патенты очень-очень сложно обойти, даже с юристами, высококвалифицированными компаниями. Также, вот, хотелось сказать, что с патентами, такая вот ситуация, так же, как и с торговыми знаками, есть большое количество фирм, ну, не большое, но довольно-таки ощутимые на рынке, которые занимаются, так называемым, патентным троллингом, либо блокированием торговых знаков, то есть, как это работает. Как только вы уходите со своими продажами на какой-то более-менее значимый уровень, то данные фирмы смотрят название вашей фирмы, регистрируют домены, торговые знаки и, по возможности, регистрируют какие-либо патенты. То есть, очень часто, наверное, у всех на слуху есть некая фирма, которая просто-напросто постоянно подает искки патенты на Samsung, Apple, и вот они только этими занимаются, тем, что строчат, ну, скажем так, такие полуэффективные патенты, но им этого хватает на то, чтобы в год выигрывать по пару миллионов долларов от Samsung и Apple, и этим и шумуток. Что касается торговых знаков, то есть, в первую очередь, это стандартный способ, как всегда, стоит обезопасить, это нужно подумать в этом классе. Обычно, как это, как обычно регистрируют? Обычно регистрируют, вот, ну, свой товар, даёт человек свои, я не знаю, носки, спиннеры и так далее, что-то в товаре нет. И регистрируют торговый знак строго вот на этот продукт. 35 класс не регистрируют. В чём нюанс? Такие фирмы регистрируют вашу торговый знак на 30 класс. Это класс торговля, коптовая, то есть, retail, wholesale и реклама. Регистрируют вашу торговый знак вот по этому классу. И дальше блокируют вас. Естественно, что судиться с ними, это очень дорого. То есть, вы знаете, что в Америке минимальный суд, запуск данной барстури, это 10 тысяч долларов, то вам, естественно, невыгодно судиться и разбираться с ними. И по факту вам приходится от них откупаться, покупать данные торговые знаки и так далее. Говорится, как договоритесь. Но ситуация довольно-таки часто встречающаяся. Как только вы выходите на какой-то такой уровень, сразу же возникают проблемы. Это открытые домены, регистрированный торговый знак и так далее. Также вот эффективные баны по патентам и так далее от самих же конкурентов. Вот как стоит проверять конкурентов вообще? Самый простой, эффективный способ проверки вообще, насколько правильный бан вам прилетел, может он вообще эффективный и прилетел от конкурентов. Вы смотрите, если банк пришел по патенту или по торговому знаку, находите данный патентный торговый знак и находите правообладатель. Там есть его адрес официальный, с которым можно связаться. Вы пишите ему письмо и спрашиваете его, вы предъявляли нам требования. И вот я очень часто вижу такую ситуацию, что где-то в очень большом количестве случаев правообладатель говорит, мы вообще не предъявляли вам ничего. И часто говорят, что мы даже на Амазоне не торгуем. И, как говорится, не беспокойте нас, пожалуйста. Вот на данном этапе можно прекрасно даже предъявить Амазону, доказательство того, что это эффективный банк, эффективная претензия. Для этого просто-напросто нужно проверить адрес правообладателя. То есть найти патент, торговый знак и найти там его адрес и связаться с патентом обладателя. Правообладателя. Что еще хотелось сказать? Это что касается 35-го класса. Очень часто делают торговые знаки и патенты, скажем так, как о том, что касается, когда люди делают либо сами, либо какие-то такие фирмы, скажем так, типа а-ля, ну, непрофессиональные, назовем так, фирмы, которые просто штампуют данные торговые знаки, либо патенты. В первую очередь сейчас я говорю о торговых знаках. Речь идет о классификации. То есть, допустим, человек продает с чашками, да? Пускай это будет чашка. Когда вы регистрируете торговый знак, вы пишете себе чашка, да? В классификации. Потом, окей, вы получаете данный торговый знак на чашку, потом ваш конкурент начинает продавать стаканы, чашки без ручки и так далее, там, чашки с крышкой, которые вы не прописали себе в классификацию. И вы ему практически уже, скажем так, не можете ничего предъявить, потому что у вас в торговом знаке записаны только эти чашки. Когда по регистрации вы должны были расширить себе, ну, грамотный юрист бы расширил вам права максимально возможных. То же самое касается патентов. Если вы знаете, вот в научных кругах часто делают патенты просто ради публикации, ради имени. Но в бизнесе это не работает. Хотел еще, знаешь, добавить что? По бренд-регистри. Насколько я знаю, неважно какой класс, можно бренд-регистри зарегистрировать. Все равно Амазон не проверяет. Насколько я знаю, еще не проверял. Да, я даже слышал, что по 35 классу идет регистрация. Итак, по поводу патентов, скажем так, я хотел просто сказать, что некоторые торговые знаки и патенты, когда они делаются непрофессионально, они, в принципе, обладают нулевой ценностью с точки зрения защиты. Да, вы, может быть, получите свой бренд-регистри. Но если это настолько узкая защита, которую, знаете, среди юристов есть такой вопрос. Ну, получили вы патент, а что вы с ним будете делать? Наклеите в туалете и будете смотреть, какая она красивая бумажка, если она не обладает никакой юридической силы. Ну, то есть, я не знаю. Патенты, которые сделаны, лишь бы тяп-ляп и так далее. То же самое торговые знаки, где классификация, вот, как я говорил, ну, вот, сделал он себе на эту чашку торговый знак, а лонг для стакана и так далее, то же нужно было как-то подумать, побезопасить себя. Итак, двигаемся дальше. Что касается защиты товара, этапы и стратегии защиты товара. Мы поговорили о торговых знаках, о патентах, то есть торговые знаки, естественно, понятно, нужно проверять названием, патенты, поднято комиссиями, форма, патенты на изобретение, это вообще, скажем так, высший патентах защиты. Но также есть и такая часть защиты, как авторские права, которые многие забывают, не знают, в первую очередь, авторские права распространяются на фотографии, видео, текст с листингом. Недавно, вот, Денис, ты, наверное, знаешь, у Сергея, по-моему, был... То, что использовал фотографии? Да, он взял, как взял, он заказал красивого дизайнера фотографии для листинга. Дизайнер... На бесплатном этом взял людей? Со стокового сайта. Даже, по-моему, платно. Ну, в общем, не факт. История, ну, среди кучи вот этих вот сетей фотографий две оказались украдеными. Ну, со стокового сайта, да? На котором у него не было авторских прав. Ну, он не был автором данных фотографий. Это фотографии людей было. две фотографии, претензия. Первая претензия по первой фотографии на рейсе в следующий год, а вторая претензия на 15-й год. Да, на 15-й год. И самое интересное, что он защитил свои, другие свои фотографии, авторским правом. А до этих он очень удошел. Вот у него такая ситуация. И на практике, как говорится, приходится уже договариваться за эти фотографии. У него уже второй раз такая ситуация. В прошлый раз с другим патентом, помнишь, было тоже? С левитирующими лампами. это вот минус нахождения в американской юрисдикции. Потому что, когда ты находишься в американской юрисдикции, очень удобно, и там очень хорошо работает защита интеллектуальной собственности, и эти риски реально попадают и там сумма, вот как я говорю, десятки тысяч долларов. И чтобы договориться, допустим, о таком вот фото, это в районе тысячи долларов, трех тысяч, потом можно как-то убавить эту цену и свести тысяч, но это все равно довольно-таки серьезная сумма. Как говорится, вот в Америке страна юристов и так далее. Какая-то общительная. Помнишь, с трассы 60 там был город юристов, где все друг на друга подавали в суд. Очень интересный фильм, там, город юристов, все юристы подавали друг на друга, и любой человек, который попадал в этот город, его сразу заслуживали, и он становился там как рабочий, рабом, для того, чтобы выплачивать платы юристам, которые постоянно заслуживали друг друга. И все люди, которые туда попадали. В юридические фильмы мой любимый, это мой дядя Винни. Это мой любимый фильм про юристов. Очень интересно. Так, это что касается авторского права. То есть, по возможности обязательно нужно делать фотографии самим, и быть уверенным в том, что они ваши, и регистрировать за собой авторское право на сайте Copyright.gov в Америке. Это значительно помогает избежать в дальнейшем таких вот коллиний низков. Опять же, очень везет всем продавцам, которые находятся не в Америке, потому что на них подавать в суд чуть-чуть дорогевато. сам запуск судебной процедуры начинается где-то в районе 10 тысяч долларов. А если, скажем так, лицо находится где-то в другой юрисплиции, это уже международный все-таки и так далее. Просто в большинстве случаев это не совсем выгодно. Саш, можно погромче? Прям вообще не слышно. Да. Извиняюсь. То есть, в большинстве случаев невыгодно преследовать человека, когда он находится где-то в другой юрисплиции, кроме американской. Потому что это, во-первых, слишком дорого, а во-вторых, в большинстве случаев не стоит выгоновать юрисплица. Ну что, возьмите связь дляца, тем более, как мы прекрасно знаем, что у некоторых эти аккаунты вообще не на себя зарегистрированы, скажем так. На маму-бабушку в лучшем случае. У некоторых. У большинства может. Так, это вот просят этот сайт, пока не забыли. Можешь его в чат кинуть? Ага, секундочку. Да нет, ну в такой системе работы Амазона просто уже сколько миллионов этих аккаунтов будет. Они сами нас гоняют просто в такие условия, в рамки в такие непонятные. То есть, да, мы однозначно, вот мы только сегодня разговаривали с одним человеком, за полтора года просто меняемся глобально вообще. То есть, даже вот у меня мировоззрение даже меняется. даже то, что я в ноябре как воспринимал Амазон и как сейчас воспринимаю после банов, после долгой борьбы и так далее. То есть, ну как я и говорю, всегда на каких-то стадиях. Вот эти стадии мы проходим, осмысление, стадии наработания начального капитала, стадии построения бренда, ну то есть, разные-разные стадии. Ну вот как раз сейчас такая стадия, когда мы максимально пытаемся обеляться. И в принципе, вот я не знаю, там два года прошло, практически я возвращаюсь запуском к работе, к системе, именно то, что было на самом начальном этапе, когда я приходил наивный туда, что я просто буду конкурировать и все. То есть, кто лучше делает фото, у кого будет дешевле цена, у кого будет лучше лисинг. Ну то есть, чистая спортивная конкуренция. Вот. Сейчас назад потихонечку к этому возвращаемся. Вот. Может быть, опять же, что-то поменяется в будущем, но в любом случае вот эти все действия связаны с вот юридическими всеми вещами, мы как раз и пытаемся их потихонечку вносить. Итак, мы закончили на авторских правах. Двигаемся дальше. В принципе, вот в последнее время метод нашей работы заключается в том, чтобы, допустим, вы обращаетесь к нам, мы запускаем регистрацию торгового знака и работаем. В большинстве случаев по принципу вы подали документы и не забыли просто про это дело. Воспомнимаете вы только в том случае уже тогда, когда вы получаете торговый знак. Все простые возражения мы решаем бесплатно. То есть, они входят не бесплатно, они входят в данный тариф в 175 долларов с 1 класс. Что касается сложных возражений, они крайне редки. Обычно они где-то в районе 300 долларов. Ну вот, имеется потолок 100-300 долларов более-менее сложные. Ну или как у меня ситуация, да? Да, зависит от ситуации. Уже если отказ, то там действительно сумма может быть. Обычно в стандартном отказе где-то 400-500 долларов. Если он какой-то сложный, то может проходить тысячу долларов. Вот так. Но в таких случаев крайне редки. Обычно в скажем так, где-то 80% наших торговых знаков, 70-80% просто идут на ура, особенно если делаем нейминг, они практически не проходят даже экспертизы. В среднем время сколько? Где-то 6-7 месяцев. Это вот самые идеальные варианты, когда делается нейминг, это самый быстрый вариант. 6 месяцев спокойно уложитель. Дальше вот, когда вы более-менее такие, ну как, мне рассказано, не те названия, которые, названия клиентов, там уже действительно выходит 7 месяцев и так далее. есть два этапа подачи торгового знака. Один, доказательством использования, он считается самым дешевым, самым простым, и второй, скажем так, более-менее предварительным. То, о чем я говорил, что в России они подали торговый знак, у них еще нет даже самого товара, он в разработке, ну то есть товар с логотипом, я имею у них есть товар, который они продают в России, очень успешно, но они запустили торговый знак, и запустили по второй процедуре, когда у них покажут товар с логотипом, и они когда получат торговый знак, они сделают специальный логотип для американского рынка, и подадут приказательство использования товара, то есть это такая более дорогостоящая процедура, но зато она более надежная, то есть они еще даже не вышли на рынок, но уже запустили процедуру регистрации торгового людей, вот их тактика, у них уже есть все обмены, сайты, товар готовый, вот они готовят товар, и они пока его не допускают, до тех пор, пока не получат другой знак, вот это их стратегия, очень, я бы сказал, ну долгосрочный просто, то есть подход уже совсем другой, да, профессиональный, ну я бы не сказал, что дело не только там профессионального, не профессиональный, просто цивилизованный подход, просто это бизнес не 3000 вложил и пошел там бомбить, не поймешь чем, у людей есть уже представление, как это все делается, они это все делают, ну и все, ну просто одна проблема, вот только сегодня с человеком разговаривал, который забанил аккаунт, причем аккаунт американский, не американская контора, просто забанили, знаешь, за что, у них есть торговая марка, бренд регистри, и сидят хайджекеры без проблем, и они там их откидывали, 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 просто, и в конечном итоге их забанили, их забанили, то есть они писали письма на хайджекеров, в конечном итоге забанили хозяев аккаунта, вот, с кучей денег, с кучей товарных, а хайджекеры, лисинг, кто общий, как сидели, так так, и там и сидят, то есть нету к сожалению вот этой вот четкости прозрачности понимания ситуации вот тем более если ты собственник ты в любом случае можешь предоставить все доказательства ну вот такая вот ситуация то есть в любом случае должны понимать это что все не просто а без этого это вообще беда просто то есть только становишься топовым продавцом тебе сразу прилипает огромное количество не пойми кого из них процентов 80 достаточно адекватный но 1-2 если попадет с неадекватных это все то есть там они могут продавать ниже плинтуса ну то есть вообще непонятно бывает хайджекер который торгует там полтора раза дороже тебя но мне даже время тратить нет ну работаем человек работ получает там свои на 5 процентов байбокса да и не жалко а когда или например там нами наглядцы пишут там выставляет твою цену и пишет давай разделим байбокс ну извините я работал тебе прям вот разделить ну короче хайджекер . джекеру розе ну да амазон как говорится своя кухня и они постоянно меняются то есть сегодня торговая марка может быть вот так влиять а завтра может быть глобально влиять а послезавтра там еще то есть в любом случае амазон очень так скажем динамичная структура который постоянно меняется да но я тебе хочу сказать что вот программа на подходе как бы не менялась ситуация что бы не происходило когда у тебя есть торговые знаки нет это правильно я согласен это правильный путь однозначно я к нему я сейчас две торговые марки регистрируем однозначно нет что бы ни говорили что бы ни говорили что торговой маркой даже легче тебя забанить и все остальное я не знаю я могу сказать просто не надо наглеть не надо делать там старт сразу с тысячи отзывов не надо много всяких вещей делать глупых ну вот все таки поскромнее быть и нормально все будет вот и все да согласен я хочу сказать все таки что наш торговый знак приобретает очень большую ценность особенно когда несколько товаров под этим торговым знаком работает он становится узнаваемым если появится идея продать бизнес то это очень значительно поднимает стоимость продажи данного бизнеса данного аккаунта потому что в америке вообще 60 иногда и 70 процентов стоимости бизнеса это именно интеллектуальное собственно ты им помочь самой второй знаки патент который все решают еще вот хотел сказать по поводу ну то что я говорил что из серии подали торговый знак в большинстве случаев мы клиента даже не знают ну то есть идет процедура регистрации своими этапами клиент узнает письмо счастья вы получили торговый знак очень много попадает всяких каких-то мошеннических схем и так далее вот у вас там проблемы с торговым знаком заплатите тысячу долларов и мы либо решим это либо работа есть еще новая тематика уже прямо перед самой мы говорим что вот была публикация течение двух-трех месяцев вы получите торговый знак ему приходит такое письмо или нам обычно приходит письмо из серии фирма у них такой вот сайт из серии бизнес который несет золотые яйца мы опубликуем ваш торговый знак на нашем сайте и за это вы должны заплатить тысячу долларов это не испытывает а просто то есть какой-то там сайт красивый сделан ну и я так понимаю что если запаниковать то можно все-таки перечислить эти деньги скажем так за публикацию куча всяких вот тоже мошенник я более-менее привык к этому но клиенты какие-то сторонние очень часто паникуют когда приходят письма серии шеф все пропало куча вот этих вот всех четыре тебя денис такой интересный случай он был уже была ситуация публикации а ему сделали контестацию вы понимали контестация это явление претензии конкурентами о том что они против выборчи торгового знака это принципе предполагает скажем так пилборд первый этап судебных процедур но насколько я вот сразу же понял потому что сама претензия была написана в бразилии непонятно юристом бразильская тетя пострел в бразилии я вам предъявляю претензии если вы испугаетесь то вы обязательно мне напишите и заплатить я убрала в общем прошел месяц на а вот просто забили на нее да просто тупо забили по нашла кого кидать мы сели на испугу чем торговый марк от торгового знака отличается запутался у меня вопрос вот по названию надписи т.м. и буква р когда можно наносить некоторые спрашивать т.м. сразу же после запуска процедуры а вот насчет того что я написал r и напишу например дизайн модель калифорнии там дизайн модель там нью-йорк вот так вот можно чем-то конечно можно в чем смысл я не совсем понял что это дает развод лохов все как всегда так пишет трейдмарк пендерки 3 далее пока нет регистрации нет нет когда сделанное право не но вопрос дизайна где сделан дизайн это имеется значение на самом деле я понял маркетинговый ход до дизайн качество там туда-сюда и ну просто торговая марка качество ты же не можешь как в германии написать торговая марка качество нет дизайн подходит нет нет качество товара подходит под качество когда ты просто про товар описание делать а когда по торговой марке подходит только на дизайн дизайн это торговой марке разработан там дизайнерами там калифорния калифорния а это и же автоматически там приходит в голову то что там это и сделано в США, ну и так далее. Или там Made in USAID и там в title забил. А смысл это все относится не к товару, а к торговой марке. Ну, то есть, такие вот микро-моменты. Да, это очень такая забавная тема. Я хотел так же. Дополнить. Примиза нельзя регистрировать торговые знаки. Скажем так, если вы, к примеру, мне же, допустим, вы хотите зарегистрировать торговый знак New York, да? Но вы не являетесь вы не живете в New York, у вас нету производства в Нью-Йорке, и вы, скорее всего, в большинстве случаев, не являетесь жителем США, то на данную регистрацию торгового знака будет отказ. Потому что считается, что вы вводите клиентов в заблуждение. Для того, чтобы, допустим, регистрировать эти георгические названия, нужно там находиться, либо чтобы там было производство. И это предполагает, в принципе, по юридическим нормам, получить разрешение от компетентного органа в данном городе. В городе, в данном случае, чтобы он разрешил вам использовать, к примеру, название New York на нашем примере, да? это, что касается торговых знаков и георгических названий. Что я хотел добавить. Да. у меня пока все. А что там было? Что-то 1.0 отменили, теперь только 2.0. В чем там разница? Бренд-регистр. В чем? Раньше же был бренд-регистр 1.0 стандартный. Такой, полу-каким, скажем так, мало юридически обоснованным. Теперь появился бренд-регистр 2.0. он предполагает, что вы можете его получить только после того, как у вас есть зарегистрированная торговая марка. То есть, как это? Вы запускаете регистрацию, получаете торговый знак, потом, когда вы получаете торговый знак, вы выходите в форму бренд-регистр, забиваете туда серийник, и уже с USPTO приходит код подтверждения на e-mail, и вы этот код подтверждения забиваете в бренд-регистр, и тогда они вам дают бренд-регистр и амазонские баналыки. Такая вот процедура работы. В принципе, ничего сложного. Да, и вот, что касается бренд-регистр, одно время они не принимали торговые знаки, которые были только с логотипом, и уже принимают все люди. Получили клиенты наши, тоже беспокоились одно время по поводу торгового знака, логотипы. Получили точно так же бренд-регистр без проблем. Еще какие-то вопросы? По поводу классов, тоже сейчас у всех на слуху вот такая вот история с 35-м классом, как я говорил, самый правильный подход по регистре торгового знака, это регистрация по вашему классу, по 35-му классу, и большие фирмы, которые профессионально работают, они регистрируют и похожие смежные классы. Допустим, вот есть чай, к примеру, чай, сам по себе, вот обычный чай, он входит в один класс. Есть еще трагерные чай, это еще один класс. и есть еще пищевые табак тоже с чаями и так далее на основе. Вот, к примеру, большие фирмы, которые работают в чаями, они регистрируют все такие класса и 35-й. Они просто перекрывают. И по деньгам это как получается? Вот, два класса сразу это 675 умножить на 2 или есть какая-то скидка? Нет, это 675 плюс 2775. Понятно. Каждый следующий класс плюс 2775. Ну вот, это очень важно. Да, ну то есть это не принципе логичнее было бы с точки зрения экономии. Но это если сразу, а если отдельно, если отдельно, это уже все 675. Это будет уже дороже. Если, допустим, через год все-таки решить регистрируют на 35-й класс, то это будет оперять плюс 675. От начала это ну вот у нас так получилось. Ну да, понятно. Существенная экономия. Это, как говорится, принцип работы, кто как стратегия, кто как ну да, ну и понятно. По патент-пендингу, расскажи нам, что он дает вообще, как можно им пользоваться. Патент-пендинг дает бронирование регистрации, вообще бронирование на год, бронирование данных и так и на год. это позволяет, допустим, когда вы выходите на рынок и еще не знаете, как пойдут ваши продажи, то можно сделать патент-пендинг. Патент-пендинг как таковой является процедурой, когда вы даете скажем так, минимум начальных данных, которые потом позволят вам открыть патент. это даже не подготовка патентов, это просто начальные данные для патентов. Вы их подаете и бронируете себе на год. Дата сохраняется для патентов на изобретение, для патентов на дизайн, к сожалению, дата не сохраняется, то есть не будет патент-пендинг. Но можно сделать этот патент-пендинг. Он позволяет скажем так, писать в том же самом листинге, а также очень эффективно забрасывать клиентов, конкурентов, хайджекера и так далее и такими письмами и сериями. Когда мы получим патент, мы с вас востребуем дополнительный фильтр. В частности случаев, есть базовый товар, это значительно отпугивает. Понятно, что по крайней мере новые люди туда в нишу не будут заходить, потому что я все время обхожу такие, то есть у меня есть уже такой товар, который торгует. Мы увидели, что патент-пендинг есть, мы туда не пошли. У меня такой вопрос. Ну вот товар, которым торгуют, ты мне рассказывал на патент, можно на дизайн до года, правильно, если его торгуют? Если больше, уже нельзя делать. Скажем так, это официальная экономическая норма, что не больше года, но на практике мы видим в США это не очень проверяется. В США больше такое право кто первый показал, и право понятно, То есть на старый товар, который не запатентован, можно подать и, соответственно, патент получить и без практических документов. дать только поиск. После поиска мы можем сказать, что не было такого патента, что-то подправить, добавить какой-то крючочек, протянуть, это действительно можно делать патент на дизайн. Патент на дизайн, скажем так, они довольно-таки легко относительно проходят экспертизу, по сравнению с патентами на изобретение, где там очень серьезные процедуры, и вот интересно, интересен такой нюанс, что обычно, как большинство, есть две процедуры прохождения регистрации, допустим, вы можете сначала подать патент или торговый знак у себя в стране, и потом по международной процедуре, по Мадриду, это торговых знаков, пройти в другую страну. Но, во-первых, это довольно-таки затратно, потому что у вас будет две процедуры, и вы еще дополнительно заплатите международный орган, который будет пересылать документы из вашей страны, в нашем случае это США, это довольно-таки закрадно, есть один очень огромный минус, если вы по данной процедуре получите отказ в регистрации торгового знака у себя в стране, то вы получите его автоматами в США, то есть двойной риски, двойной затраты, почему большинство старается работать напрямую? То же же самое с Европой, в каждую страну Евросоюз надо отдельно было, Не совсем, здесь есть такой плюс, у них есть патент, где можно одним патентом подать сразу на все 28, там по-моему в евро стоит, если там нет такой текочек в связи с Брэкзитом и так далее. Я понял. Можно одним патентом это сумма где-то в районе тысячи евро, можно одним торговым знаком закрыть сразу все страны. Также вот есть процедура те, кто спешат получить бренд регистры, можно где-то в районе за 4 месяца получить в Великобритании торговый знак и получить на основании этого торгового знака бренд регистры в США. Но здесь есть один маленький минус, что данный торговый знак действует только на территории Великобритании и поэтому грамотный юрист на территории США кроме бренд регистры не дает юридических прав. нет какой минус. Но это значительно экономит время считать за 4 месяца получить тренинг если иногда потеря бывают в районе тысяч долларов каждый день если нет бренд регистры. ощутимое дело. Ну опять же это не панацея от всех проблем, но эта часть опять же откинет ненужных лишних конкурентов. Так давай тогда закончим на последнем вопросе это ну если конечно еще вопрос не будет у нас во-первых со звуком беда у нас напиши пожалуйста ссылку на этот сайт во-первых забыл вот и второе второе это все вот эти пока ты посоветую то есть чего не надо делать то есть из-за чего произошли сбои ты рассказала что не надо кипишовать не надо суетиться надо отдать специалистам они пускай этим занимаются и рассчитывать риски да в первую очередь это проверка перед тем как залазить какую-то нишу и так далее в первую очередь проверяется наименование торгового знака даже на самом амазоне можно забить ваш товар ну и все какого примитивного какого-то поиска забивать название товара с фразой патент и получать ваших конкурентов которых уже есть или просто патент и получаете ваших конкурентов у которых уже есть эти патенты и уже сразу же ну 90% случаев не стоит туда патент и посмотреть на что этот патент конкретно если это патент на дизайн то допустим если это какая-то форма очков то по логике вещей можно продавать такой же ну другой товар другой формы значительно отличается в первую очередь товар проверяется на название трейдмарка четкое чтобы оно у вас было попасть на конкурентов и уже на сам патентный поиск на товары по возможности зависит конечно от финансовых возможностей сразу же сразу же запускать регистрацию перед минимумом торгового знака дальше этап защиты патент пендинга лучше сразу же патент на дизайн это минимальный что можно делать какие требования требования в принципе просто уникальная форма какая-то оригинальная то есть ты можешь даже не форма это может быть допустим вот у нас есть чашка и у нее есть какая-то уникальная ручка или это может быть знаешь вот есть такие товары авторских где просто на слуху не хотелось бы выдавать товар одного клиента допустим это не обязательно должна быть форма это могут быть разрезы в этой форме как это выражают то есть это какой-то узор какая-то форма ручки какой-то крючочек какие-то вырезы отверстия все это дает уникальную возможность сделать себе пакетный дизайн и торговать этим товаром спокойно на вашем лестнице или просто напрасно как говорится ковровыми бомбардировками гасить всех кто будет пытаться лезть туда ну в принципе все понятно как обычно все делать надо заранее заранее у нас ничего не получается потому что не знаем пойдет не пойдет но в любом случае со временем пошел товар планируете в долгосрок планируете торговую марку торговую марку можно изменить на другие товары торговую марку даже если у вас категория будет другая товара торговали носками стали торговать духами для бренд регистри на амазоне это сойдет то есть они не проверяют насколько я понимаю категории проверяют просто чтобы была торговая марка может быть там сайт попросят ну какие-то такие вещи не знаю пока мы в процессе так скажем вот вот и все патент саша еще не сказал что можно раскидать всем претензиям и сказать что когда мы получим патент уже непосредственно мы на вас подадим суд соответственно заранее проверяйте магазины где они зарегистрированы если в Америке то это сильно повлияет если это где-то там в Зимбабве вот или там деревня Гадюкино то как бы тут порожняк скорее всего будет Роман там спрашивает что значит когда есть два статуса патента один abandon какой-то abandon заброшенный другой allocation как не совсем понимаю ну посмотри к чате все понял то есть смотрите есть вот особенно как делается поиск есть три этапа то есть сам поддача это вот application то есть подали патент но он еще может быть не не выдан если у него статус grant то тогда он в силе то есть вот как часто бывает с патентами особенно по международной процедуре или еще что-то вот как с патентом это в принципе то же самое пред стадия application а когда подается патент и он в стадии экспертизы это application если же патент granted по статусу то он уже получит он уже в силе и обладает всеми юридическими правами то есть патент на дизайн это сила 14 лет он даты подачи филинг дэйд патент на изобретение 20 лет его срок действия сейчас вот фейсбук расскажу в комментариях Дениса я скинул в этот чат ссылку попозже еще фейсбук скинул то мы вроде бы все обсудили рассказали про этапы то есть если он в стадии application с 12 года смотрите нужно смотреть искать все-таки зависит от базы в некоторых базах пишут что он application все еще application то есть есть несколько иногда бывает вот особенно в европе даже вот когда идет процедура потенция несколько раз было публиковано то есть в одном месте он application в другом месте он уже grant то есть нужно внимательно смотреть и искать по базам где четко написано что этот пакет grant он выдал application он может быть скажем так нужно проверить очень внимательно что данный пакент все-таки еще не выдан потому что некоторые публикации application воздают публикации или данным статусом и application может быть все-таки действующим пакетом но в большинстве случаев application это все-таки просто подать пакетом еще не выданы пакетом есть еще вопросы вопросов нет сколько стоит патент пендинг и заканчиваем патент пендинг стоит 700 долларов это зависит в принципе от чертежей если какой у вас если у вас есть готовые чертежи то это может быть дешевле в первую очередь при всех патентах на дизайн предполагает все-таки проверку стадии пакетное изобретение это вообще отдельная история где нужно делать поиск на новизну то есть на все извиняем знания которые либо где-либо были опубликованы либо просто какие-то справочники и так далее и естественно патенты которые зарегистрированы а на фотку сколько это авторское право сколько времени занимать сколько денег сколько времени там в районе 300 долларов времени обычно занимает 6 месяцев но все зависит от того как как за грунт выбирать блок они там у них есть специальная страничка где они пишут что вот на данный момент регистрация идет 6 месяцев я проверял буквально на прошлой неделе сейчас 8 месяцев видимо они перегружены регистрируются там фотографии в принципе количество фотографий не ограничено видео также регистрируются тексты очень интересная ситуация вот можно учтить сам текст сайта и так далее авторское право предполагает есть такой нюанс знаете что домен можно спокойно отобрать по торговому знаку домен 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 относящийся к реально к рабочему там бренду и так далее а не фейковым если был бы фейк то можно если нет то нет да там была какая-то часовая фирма что-то в этом роде они действительно торговали часами под брендом Apple и раньше причем самого да до этого они пришлось им просто купить его и все да за очень серьезную сумму там несколько миллионов было это правда серьезная плачет для Apple возможно но для того маленького предприятия это была довольно-таки ощутимая сумма я думаю не так много для того чтобы переименоваться согласен сделать ребрендик так все вроде вопросов нет в принципе все спасибо большое до новых встреч всем удачи всем пока спасибо всем удачи запуск пока